Привет, друзья! Я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать старые модули по Dungeons & Dragons, и на обзоре у нас модуль, принадлежащий Перу самого Дэйва Арнесона, соавтора Подземелья и Драконов, и называется этот модуль The Temple of the Frog, то есть Храм Лягушки. Если вы хотя бы краешком глаза смотрите мои стримы, то последний из них, который называется Странствие по Мистаре, как раз посвящен прохождению этого модуля. Потрясающая партия, потрясающие приключения, ребята отлично играют, очень здорово смотрятся, мне, конечно, тяжело самого себя пиарить, но мне кажется, что это как минимум будет интересно посмотреть. Ссылочку вы уже видели, там пока всего 6 частей, милости прошу, наслаждайтесь! А теперь давайте немного побеседуем об истории появления данного модуля. Итак, впервые Храм Лягушки упоминается в книге под названием Blackmoor Supplement, который тоже вышел из-под пера Дэйва Арнесона в 1975 году. Это сборная солянка из всевозможных правил для проведения приключений по легендарному Blackmoor, и данная книга содержит в том числе небольшое приключение под названием как раз Храм Лягушки. Но там это было скорее не полноценное приключение, а собрание гайдлайнов и советов по тому, как его максимально интересно провести. Опять же, Дэйв Арнесон не был известен своей педантичностью и склонностью к порядку, и поэтому редактор данной книги, Тим Каск, очень сильно на него ругался. Он говорил, что Blackmoor пришел к нему в виде собрания разномастных листочков, записей и просто какого-то откровенного трэша. А еще среди грязных и измятых страниц он обнаружил кусок расплющенной и засохшей пиццы, который должен был из себя изображать звездолед. Вот это я понимаю творческое решение. Но само дополнение весьма фанатов порадовало. И потому, когда Тесар оказалась под угрозой разорения от, в кавычках, успешного управления братьями Блюм, Гарри Гайгерс привлек Дэйва Арнесона и попросил его сделать свои модули по Blackmoor. И Дэйв должен был выпустить аж 5 модулей, но получилось всего 4, и то 3 из них делал он, а 4 делали, точнее заканчивали за него. Более подробно об этой истории я говорил в обзоре первого модуля из серии DA, который назывался Adventures in Blackmoor. И вот в январе 1986 года Храм Лягушки выходит в качестве отдельного модуля, дополненной и расширенной с целью спасения Dungeons & Dragons. Все начинается с того, что партию снова тащат в Blackmoor, а именно в далекое-далекое прошлое Мистары, когда Blackmoor еще не стал сверхдержавой, которая лихо совмещала технологию и магию, и в конце концов едва не угробила Мистару. И здесь вас ждет первый же сюрприз этого модуля, а именно его масштабность и любовь к мелким деталям. Вам сразу же показывают карту храма, а именно вид сбоку, и сообщают, что эта конструкция имеет в себе 6 этажей и 2 уровня подземелий. И это не считая карты окрестных территорий. Самое смешное, что завязка модуля в целом весьма и весьма банальная. Где-то на болотах пропала со своей свитой баронесса Риса Эйлфорд, на которую положил глаз сам король Утр Блэкмур. На месте ее исчезновения обнаружили странную брошку в виде лягушки, и вот глава тайной канцелярии Блэкмура нанимает партию для того, чтобы те разгадали тайну храма и вообще спасли баронессу. На самом деле, культ лягушка-поклонников существовал на болоте достаточно долго, но лишь недавно он начал реально разрастаться и наращивать свое военное и духовное присутствие в Мистаре. А повинен в этом никто иной, как некто Стивен Роклин по кличке Рок, то есть скала. И несмотря на то, что он похож на человека, пусть и с зеленоватой кожей, на самом деле он пришелец. Дело в том, что при создании Храма Лягушки Дейв Арнессон вдохновлялся одним из эпизодов Звездного Пути, где один из ученых, наблюдавших за некой цивилизацией, решил неожиданно возглавить ее и создал там что-то типа неофашистского общества. Здесь происходит нечто подобное, и научно-исследовательское судно под названием Гончая терпит бедствие на орбите Мистары, и когда становится понятно, что связаться с родной планетой им не удастся, а капитан запрещает какие-либо контакты с аборигенами, Стивен Скала и его помощники устраивают мятеж и совершают дерзкий побег с корабля. Это совершенно точно не понравилось капитану, и он запустил вслед берлецам самонаводящуюся тактическую ядерную ракету, которая сбила спасательную шлюпку, и та, объятая пламенем, рухнула в болото неподалеку от тогда еще только начинавшего свое строительство храма лягушки. А снаружи мятежников уже поджидали аборигены в лице местных монахов, которые были потрясены концепцией падающей с неба огненной лесницы, и им весьма понравилась зеленоватая лягушачья кожа Стивена и его товарищей. Быстренько настроив автоматический переводчик, бывший заместитель службы безопасности космического корабля Гончия объявил аборигенам, что он прибыл на огненной комете затем, чтобы привести их в новую эпоху истинного света знания. У них это вызвало самый настоящий экстаз, и их быстренько отвели в храм, где вначале они были назначены почетными гостями, а позже, после того, как Стивен разобрался с местной теологией, старенький настоятель храма причислил их к лику живых святых. А чуть позже, когда верховный жрец вздумал противиться планам Стивена, тот, заручившись поддержкой паства и остальных иерархов, помог пенсионеру раз и навсегда соединиться с лягушкой. И вот став пожизненным верховным жрецом, а также располагая доступом к высоким технологиям своей спасательной шлюпки, Стивен решил развернуться на полную катушку и решил что-то типа «Ну, раз у меня не получается сбежать с Мистары, то я стану ее правителем». И процесс пошел-поехал. Они начали раздавать бластеры и силовую броню своим верным союзникам, использовать компьютер для координации ежедневной деятельности храма, альтернативные системы безопасности и, самое главное, распространять свое влияние. Надо сказать, что не все в храме в восторге от появления святого Стивена, и многие были бы не против, если бы он тоже воссоединился с лягушкой. Особенно это касается старой гвардии хранителей, которые раньше были местными звездами и прославились тем, что сумели вывести породу самых настоящих лягушек-убийц. К сожалению, эти твари были очень тупыми и потому никакого впечатления на Стивена не произвели. И проект не то чтобы закрыли, но на фоне новых чудес он абсолютно поблек и утратил былую привлекательность. Еще смеха ради, Стивен испоганил местный аналог Библии «Лягушка поклонников» и понаписал там всякие чуши, просто потому что это было смешно. Однако здесь важно понимать, что Стивен это недобрый персонаж, и то, что творится у него за стенами храма, это не что иное, как самый настоящий филиал ада или фашистский концлагерь. Например, жители Фроктауна, это бывшие пираты и контрабандисты, которые процветали при ныне покойном верховном жреце храма, вынуждены носить пластиковый ошейник, в который встроена бомба и который может быть взорван в любой момент, который сочтет подходящим один из братьев. А в самом храме стоит устройство, которое промывает мозги и делает людей более покладистыми, и как бы это дико ни звучало, но более лягушка-ориентированными. И даже наша партия туда может попасть, и может так статься, что они начнут рассматривать лягушек и их культистов как своих друзей, а весь остальной мир станет их врагами. Еще там есть угрюмая и тоже высокотехнологичная лаборатория, в которой выводятся гибриды лягушки и человека. Я не буду это описывать, но поверьте мне, это весьма и весьма неприятное место, и там уж не ученые, яростные адепты-евгеники не чураются самых грязных и трававых методов. В общем, контента в эти 48 страниц напихано более чем достаточно. Это очень и очень хороший модуль, но как и все модули, он требует внимательного изучения и хорошей такой доработки напильником. Манера подачи материала, сюжеты и описания периодически скачут, меняя общую тональность приключения, и потому я советую хотя бы пару раз его прочитать, причем выписать оттуда важные детали. А именно иерархию культа, кто есть кто во фруктауне, на кого в городке и в самом храме можно опереться, и прочие нюансы типа численности войск, кто их командиры и так далее. Я сделал за вас часть работы, и присоединю к этому видео ПДФ-ку с картами храма. Это избавит вас от головной боли, и вы сможете легче ориентироваться в материале. По моему мнению, храм лягушки, а именно его новая версия, это просто что-то с чем-то, и играется весьма и весьма интересно. Это классический пример фантастики времен 60-70-х годов, когда клинок и бластер шли рука об руку, и никто не говорил, что одно фэнтези, а второе это фантастика. Возможно, что кому-то это покажется дичью, но на самом деле это абсолютно не так, и это весьма интересный модуль, в котором вся идея реализована и логично, и органично. Короче говоря, всевозможные пришельцы, культисты, гигантские лягушки-убийцы, бластеры, силовая броня, лазерные мечи, и так далее, и тому подобное, ждут вас на страницах этого приключения. Ну и видео со стримов вам наглядный пример того, что можно весело и интересно водиться по старым модулям. Также храм лягушки можно неплохо растащить на идеи, но все же утратив целостность, в моем понимании, он теряет определенную привлекательность. Подытоживая, могу сказать, что это замечательный модуль, я его всем рекомендую, и вообще слава лягушке! На этом я видео заканчиваю, и если оно вам понравилось, то прошу поддержать мой канал лайком, а если не подписаны, то подпиской на него. Вот там вот колокольчик внизу, это прям то, что надо, потому что часто бывает, что и оповещения не приходят, и бывает, что YouTube принудительно отписывает от канала. Короче говоря, если хотите быть в курсе, то это ваш выбор. Ну а если вам вообще все-все-все понравилось, и вы хотите больше такого контента, то я абсолютно точно не откажусь от вашей поддержки. Так что ссылки на Патреон, Бусти, ВКонтакт с Водонатом, и просто реквизиты находятся в описании под видео. Заранее вам спасибо! И огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает мой канал на Патреоне, Бусти и так далее. Вы помогаете мне расти и мотивируете на новые видео. И на этом я свое видео заканчиваю, и желаю вам всем только интересных и ярких игр. От винта, друзья! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok